Господи, это так дорого, это так долго, это так сложно. Это большая проблема рынка. Ошибиться можно очень значительно, многие не берут на себя ответственность. Но если клиент скажет, нет, а я хочу вот так и вот так, вы же в любом случае прислушаетесь? К сожалению, нет. Я лично штукатурил откосы. В таком формате мы работаем 4 года, там на натяжку потолков мы приходили через год. Понятие ремонт под ключ, оно очень обширное, все его понимают по-разному. Даже не хочу представлять. Была цена одна и выросла в 5 раз, что ли. Я всем желаю испытать это счастье. Всем привет, вы на канале Знаем Как, здесь все о современном ремонте. Меня зовут Лили Курамшина, я телеведущая, я блогер. И здесь я, кстати говоря, не просто так, я клиент компании Знаем Как. Работа заключается в следующем, я передаю ключи Рустам, держите. И забываю о том, что у меня делается ремонт, я вам доверяю. Рустам, привет. Лили, добрый день, очень рад вас видеть. Мы просто решили, что рассказывать о себе самим не скромно, поэтому я пришла, чтобы задать вопросы Рустаму. Компании, моей любимой и вашей любимой точно, 4 года уже, если я не ошибаюсь, да? В таком формате мы работаем 4 года. Но в ремонте в целом вы уже не один десяток лет даже. Я с 18 или с 19 лет в ремонте, то есть чем мы занимались, мы в свое время, ну я лично штукатурил откосы, потолки, шпаклевал, красил, то есть вообще начало было такое у нас. Потом мы занимались вообще общей отделочной работой, да, квартир, коттеджи. И через какое-то время мы пришли к надежным потолкам. Здравствуйте, меня зовут Илья Оскаров Рустам, я являюсь генеральным директором компании «Качественные потолки». Помните, это был такой хайдер? Молодно, да, 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 да. Ой, а у тебя что, ненатяжной потолок? Ну ты типа не очень, да, из этой серии? Ну да, но мы делали всегда сложные проекты, нам интересно было что-то такое значимое делать, и мы, ну не то что значимое, но красивое, интересное и сложное. У нас один из принципов нашей организации – решать сложные вопросы. И у вас это классно получается, хочу сказать. Я буду от себя комментарии вставлять, простите, я люблю просто вас. Спасибо. Вот поэтому мы делали сложные потолки и Талгату Таджидину, и там ворд-классе делали. Здесь опять главный муфти нашей страны. Да. Ворд-класс, все знают. Там у нас световые потолки, прям светящиеся панели. Проектов было очень много интересных, сложных, но в один прекрасный день захотелось мини-деятельность, где мы разбираемся, в чем есть боль вообще рынка, и поняли, что отделочная работа, вообще интерьеры – это сплошная боль для людей. И работая в потолках, были такие случаи, что мы заключали договор, брали аванс, делали черновые работы, и на финальный этап, там, на натяжку потолков мы приходили через год, через полтора года. А, ну, ЗИПы так долго делали ремонт? Да, да. Это уже, считайте, профиля делаются, когда уже процесс предчистовой, на самом деле. Ну, было, конечно, и полгода, но вообще проблема такая была на рынке. Все начинается с малого. Москва не сразу строилась, да. Штукатурил откосы и сейчас руководит классной компанией, которая занимается ремонтом. Вы вообще, мне кажется, монополисты, в хорошем смысле этого слова. Вы такие единственные. Ну, не знаю, как единственные, нет. Я говорю, да, мне было с чем сравнить. Вот, можно я свой пример, да, расскажу? Мы познакомились как раз примерно 3-4 года назад, когда вы только начинали, и я купила свою первую квартиру, мне нужен был ремонт. Я думаю, господи, это так дорого, это так долго, это так сложно. Самое главное из серии, я не хочу контролировать, приезжать, как у меня там из-за стены покрасили, обои налепили. Не женское это дело, участвовать вообще в процессе ремонта. Сейчас мне девочки закидают помидоры, мне скажут, да, мы любим. Мне нужна была одна компания, которая сделает мне все, еще ее контролировать не надо было. Когда мне разрекламировали все мои знакомые, что есть такая компания, знаем, как и тебе только к ним, ну, я такая, ну, окей, сейчас мы посмотрим, кто эти классные люди. Я пришла и вообще не ошиблась. Вы, правда, супертоп. Самое классное, что вы мне сказали конечную стоимость ремонта, никто мне не говорил, а вы меня сразу успокоили. Ну, типа, не так уж и дорого, как я думала. Ну, вообще, в целом, конечная стоимость ремонта – это большая проблема рынка. У нас вообще наши заказчики не хотят смотреть сметы, потому что смета – это такая вещь, где… Я их понимаю. Понимаете, да, что она может раздуться? Конечно. Или, Рустам, вот как бывает обычно, скажут тебе одну стоимость, да, а на выходе получается другая. Это вот если работать с кем-то со стороны, я имею в виду. Ну, здесь объективно, знаете, я могу пример привести. Помните, был такой скандальный сценарий с Владимиром Владимировичем, когда он в Сочи брал интервью и спросил, почему удорожание там произошло в несколько раз, когда там они трассу какую-то санабабслейную, по-моему, делали в Сочи. Там прям была цена одна и выросла в пять раз, что ли. Было миллиард двести, стоило. Вот сегодня стало восемь. Из миллиарда двести превратилось восемь миллиардов. Молодцы. Хорошо работаете. Я думал, дело там, может быть, в России, да, но на самом деле, если посмотреть там в интернете, то Фиднейская опера в Австралии, она там обошлась в десятки раз больше и там по срокам тоже что-то планировали за четыре года, а сделали то ли за одиннадцать, то ли за четырнадцать лет. То есть это проблема вообще в целом, потому что очень много процессов. Ну, если мы говорим про квартиры, конечно, там квартира небольшая, там риски одни, но если это коттедж, загородный дом, пятьсот квадратов и нужно еще сделать спа-комплекс или баню, ландшафтные работы там, то в целом получается, что ошибиться можно очень значительно. И мы пришли на рынок вообще в противовес существующей модели, потому что мы понимали, одна из проблем, вроде бы у людей есть на руках смета, но смета она может раздуваться, меняться, потому что никто не берет, наверное, знаете, ну, не то, что я громко сказал, никто, многие не берут на себя ответственность, ну и плюс процесс сложный, у нас вот в организации работает там целая огромная команда, то есть мы готовили продукт. Мы начинали в скандинавском стиле, и мы под это готовили целый продукт, мы подбирали материалы, мы искали поставщиков, мы делали так, чтобы это все было красиво и гармонично, да, мы все это просчитывали, понятно, что ошибались, и у нас, конечно, над этим работает большая команда. Мы изначально делали так, чтобы у нас была конечная стоимость, конечные сроки, и человек уже не думал, что там может в процессе поменяться. Такая сложная модель, но она на самом деле востребована рынком, потому что люди хотят знать, во сколько обойдется ремонт, там, создание интерьера, какие будут сроки, и, конечно, современный человек хочет, чтобы у него было очень быстро и с понятной стоимостью. Вот тогда такой вопрос, вот буквально недавно резкий скачок цен на стройматериалы произошел просто в цене, выросло все, а в таких случаях тоже смета не меняется больше? Ну, у нас, смотрите, какая ситуация, у нас все поставщики наши проверенные, и благодаря чему у нас она не может моментально вырасти цена. То есть мы в любом случае, если заключили договор, мы уже работаем в этом формате, то есть у нас есть подсчеты, и мы, конечно, берем аванс и уже нашим поставщикам все проплачиваем. Поэтому у нас с этим проблем таких нет. Вы сказали, что вы начинали работать в скандинавском стиле, но сейчас же 100% вы не ограничиваетесь только этим. Ну, да, мы перешли в современный стиль, он более сложный. Ну, наверное, знаете, выросли так органически, потому что скандинавский стиль – это одно, люди видели наш подход ответственный, да, и приходили с более сложными проектами. Ну и плюс мы сами никогда не стоим на месте, развитие – это наше все, поэтому нам самим интересно было делать что-то более сложное, более интересное и, конечно, более востребованное, опять-таки, рынком. И мы сейчас работаем в современном стиле для современных людей. Ваши клиенты, кто они? Портрет, среднестатистический портрет вашего клиента. Нет, можно, конечно, меня посмотреть и понять. Но скажите вы. Ну, на самом деле, вы правильно сами ответили на вопрос. Современный стиль, он, конечно же, для современных людей, которые идут в ногу со временем, которые умеют зарабатывать деньги, распоряжаться, да, ими, и, конечно, которые не хотят тратить на создание там интерьера какое-то свое личное время. Люди хотят современный сервис, чтобы было, как пример, если вы пойдете в автосалон, вы подбираете комплектацию, и вам приходит автомобиль готовый. Сейчас, конечно, с немцами посложнее, но по факту так и есть. И у нас мы с ремонтом такую же модель себе сделали с интерьерами, чтобы человек пришел, понял конечную стоимость, понял, что туда будет входить, и по итогу получил готовый конечный результат. Хорошо, тогда что туда может входить? Можно выбрать комплектацию, можно сделать не все от и до. Я правильно понимаю? Хороший вопрос. У нас, когда мы запускали наш проект, скандинавский ремонт, мы начинали только с ремонта под ключ. Вот как он в нашем понимании, потому что тоже понятие ремонт под ключ, оно очень обширное, все его понимают по-разному. Что такое в нашем понимании ремонт под ключ? Первое, это, конечно же, дизайн проект, чтобы люди понимали, что они получат на выходе. Второе, это инженерный проект. Это уже такая, знаете, инструкция для рабочих, чтобы мастера на стройке могли четко понимать, что нужно сделать. Третье, это все материалы, потому что я считаю, это одна из болей на рынке. Представляете, вот вам нужно выбрать там тот же самый ламинат условно, да? Даже не хочу представлять. Рынок большой. Как выбрать и найти самое оптимальное решение, которое подойдет именно вам? Потому что большая проблема раздувания бюджета в том, что материалы закладываются изначально непонятно какие абстрактные, потом люди приходят их, смотрят, покупают или не покупают, потому что видят, что высокая стоимость. И когда они покупают разные материалы, несоответствующие дизайну, то, конечно, интерьер получает совершенно различный. У нас на нашем канале есть, кстати, видео, где заказчица заплатила за дизайн проект, потом пришла к нам и вообще сделала совершенно другой интерьер. То есть так бывает. Помимо материалов, конечно же, входят все работы. Это инженерные работы, черновые, чистовые. И что на самом деле многие люди не учитывают, это, конечно, менеджмент проекта. Это организация всех процессов. Здесь входит уже логистика, закупки, доставки материалов. То есть материал же нужно закупить, его надо оплатить. Нужно привезти вовремя в срок, ни раньше, ни позже, потому что есть вещи, которые, если привезешь раньше, то они потом до конца ремонта не доживут. Ну и, конечно же, стройка. Нужно управлять, нужно координировать все процессы. Многие процессы запараллелены. Нужно все организовать. Нужно убираться во время ремонта. Нужно наводить финальный клининг после ремонта. Можно взаимодействовать с подрядчиками, с управляющей компанией. Ну, на самом деле, дел достаточно много. То есть ремонт под ключ сейчас отключается от ремонта под ключ четыре года назад? Конечно, конечно. Мы тоже развиваемся, и запрос клиентов, он всегда меняется. Мы в один прекрасный момент поняли, что заканчивая ремонты, на самом деле, это всего лишь половина решения вопроса. Потом ремонт нужно обставить мебелью, задекорировать. И если это будут делать сами заказчики, то это может очень сильно растянуться. У нас были моменты, люди через год не могли заехать в квартиру. И мы поняли, что особенно, знаете, если мы говорим про скандинавский стиль, про приставную мебель, то есть это одна история, да, как в Советском Союзе. Там ковер постелил, шкаф поставил. А если мы говорим про более современные, сложные интерьеры, минималистичные, то там мебель уже встроена. И подрядчиков на мебель найти хороших также достаточно сложно. Здесь тоже большая проблема, потому что люди к нам обращались после того, как приходили мебельщики, чтобы мы помогли им что-то подкрасить, что-то исправить. Потому что люди, которые доверили нам ремонт, уже в готовый ремонт не хотели приглашать посторонних. Поэтому мы видели, прямо сталкивались постоянно с этим и поняли, что нужно укомплектовывать мебель. После мебели, конечно, нужно помогать было с техникой. После техники получились такие моменты, что заказчики обустраивали декором уже на глаз примерно, и интерьер совершенно другой получался. И мы поняли, что надо брать комплекс услуг, делать его, и, наверное, знаете, я уже так называю его под тапочки. Потому что когда человек заходит, и у него все есть, все красиво, и самое главное, что все как на проекте, на визуализациях, тем более, что мы сейчас визуализации показываем в VR-очках. То есть человек прям погружается в квартиру, в свою будущую, и когда он заходит в готовый интерьер, ну, счастье. Я примеряла, это прикольная тема, реально. Ты просто даже, если хочешь, в квартиру пришел, к вам надел очки, повизуализировал, представил себя внутри этого помещения. Обязательно. И сто процентов сбудется. Я всем желаю испытать это счастье. Для меня, как для обывателя, как для вашего клиента, самое классное было то, что я отдала вам ключи, и через пару месяцев, по-моему, да, я их забрала, заехала, жила. Я не участвовала в процессах вообще. Наверное, все так любят, не только я, да? Это очень важный момент, на самом деле, потому что современный человек привык к хорошему сервису. И он не хочет контролировать рабочих, я не знаю, тратить нервы на них. Время. Да, время вообще самый драгоценный ресурс. Но есть еще нервы. Иногда рабочие не хотят понимать. Но мы все это берем на себя, конечно же. Наши заказчики принимают участие только при согласовании проекта. Минимальное участие. Наш дизайнер берет интервью у заказчика, понимает верхнеуровнево, что вообще он хочет в целом, где он отдыхает, какие любят посещать страны. То есть мы понимаем вообще образ жизни заказчика и делаем интерьер под него. Что он ест, женат, не женат, где работаем. То есть портрет. Вы составляете портрет психологический клиента, правильно? Ну, понимаем, что для него важно. И потом, конечно, подбираем решения сами. Потому что мы лучше знаем, какие решения подойдут заказчикам. Мир очень быстро меняется. Очень много новых технологий, которые будут людям интересны, но они про них могут еще не знать. Да, вот вы это знаете. Но если клиент скажет, нет, а я хочу вот так и вот так, вы же в любом случае прислушаетесь. Конечно, конечно. И мы спрашиваем особые пожелания. Потому что человек может сказать, я не люблю, допустим, дерево. Ну, конечно, мы в интерьере не будем использовать. Но есть такие моменты, с чем я сталкивался, когда дизайнер спрашивает, что вам нужно. Человек начинает подробно говорить, мне вот такая тумбочка нужна, вот такого цвета шкаф. И бывают еще дизайнеры, которые это все собирают вместе. И здесь, конечно, сама суть создания интерьера, она теряется. Здесь ты делаешь то, что хочет заказчик, а он же не дизайнер. У него нету опыта. Мы спрашиваем только общие пожелания и делаем уже, как мы видим, чтобы интерьер был гармоничным и красивым. А бывало такое, что клиент пришел и сказал, не, мне не нравится, переделывайте? К сожалению, нет. К счастью! К счастью! К счастью, да? Нормально. Нет, сейчас пока кто-нибудь посмотрит, слышит, а-а-а, пойду-ка я закажу и повношу им мозг. К счастью, нет. Вы уже неоднократно сказали, что вы растете. Я это вижу своими глазами. Я безумно за вас рада. Вы правда крутые. Но этот рост, он не прекращающийся. То есть мы уже можем понимать, что будет дальше. Да? Да, конечно. Секретиков нет? Нет, нет. Ну, смотрите, что мы, какое у нас дальше было развитие, дальше к нам стали обращаться люди уже с загородными домами. То есть было несколько проектов, мы их реализовали успешно. И дальше опять возникли проблемы. То, что на квартире уже заканчиваются по тапочке в домах, в загородных, только начинается. Потому что человек может найти участок, может даже на нем есть коробка с под крышей, да? Но дальше нужно делать фасадные работы, ландшафтные работы, баню или спа-комплекс. И вот это тоже большая проблема, потому что на этом ремонт не заканчивается. И мы теперь уже делаем, знаете, загородные дома под тапочки. И плюсом, ну, у нас осталось только строительство домов. Вот, я жду, думаю, мне кажется, или они все-таки должны этим заняться? Мы уже начали этим заниматься. Серьезно? Конечно. Вы строите дома загородные. Да, в современном стиле очень классные, красивые. Потому что я уверен, что интерьер и экстерьер это должно соответствовать. Вот, круто. То есть человек приходит и говорит, у меня есть участок. Или он может прийти к вам и сказать, у меня ничего нет, мне не надо. Слушайте, я думаю, в скором времени, наверное, придется этот вопрос тоже решать. Это дальнейший рост уже приобретения участков и строительства домов. Ограничения есть какие-то по квадратуре этих частных домов? Возраст заказчика. Есть небольшие ограничения. Берем дома от 200 квадратных метров, потому что мы понимаем, чем сложнее, больше проект, тем, конечно, он нам интереснее, но тем больше потребность у людей. Потому что 100 квадратов как-то человек может построить. 200 квадратов под ключ, под тапочки, это уже должен быть точно современный дом, должен быть спа-комплекс. Это совершенно другие бюджеты. Нам, конечно, интересно такие дома делать. Ну и есть потребность в этом. Гарантия на ремонт есть? Конечно. У нас идет гарантия на все виды работы, материалы. И вообще мы отвечаем за весь проект в целом. Конечно, есть гарантия. Сколько? Гарантия 2 года. Мне даже не надо было ей пользоваться. Все идеально до сих пор, 100%. Ну и договор заключается, это тоже важно отметить. Мы несем ответственность за все. За работы, за материалы. То есть мы делаем под тапочки. И, конечно, ответственность у нас и гарантия на весь комплекс наших услуг. То есть мы, получается, сервис, который создает пространство для хорошей жизни. Ну и ваша главная цель? Это наша миссия. А миссия нашей организации делать людей счастливыми, предоставляя быстрый сервис и лучшее решение. У вас это получается на все 100% просто. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok